Девушки отдыхают И представляют, как мир рушится из-за огромного омара Очень увлекательно Мне снятся чудища, которые бегут на меня Быстрее! Страх зарождается в желудке Подходит к горлу И вырывается с криком Уилл жив! Монстр из научно-фантастических фильмов позволяет заглянуть в темные глубины нашей души, от которых мы отрекались Это существо хочет знать, почему оно здесь, зачем существует, кто здесь Кто его создал В конце мы всегда их побеждаем, таким образом спасаясь от наших страхов Исполнительные продюсеры История научной фантастики Джеймса Кэмерона Монстры Ты всякий раз напоминаешь мне, что вы больше по ужасам Но где проходят границы между ужасами и научной фантастикой? Где эта грань? Разница в основе ранних историй ужасов Они духовные Они исходят от веры в добро и зло Потом в западной литературе появляется новая стихия, новая тема Наука Наука Сегодня это радиоактивность, генная инженерия, робототехника Раньше чудища уходили корнями фольклор, мифологию, мир демонов и потустороннего Да Эти чудовища словно предупреждают нас о возможных опасностях мира природы Да Вот доказательства Я прочитал, что драконы есть во всех культурах, поскольку в них соединяются три опаснейших для человека хищника Змеи Змеи, дикие кошки и крупные хищные птицы Это смесь архетипов? Да То, чего стоит бояться Значит, страх перед клыками, когтями, погоней – это полезно Да Он проявляется в наших кошмарах и фильмах о монстрах Лучшие чудища – это динозавры, потому что они существовали на самом деле Когда вы видите в фильмах невероятных монстров, вы убеждаете себя – их не существует, такого быть не может С динозаврами этот номер не пройдет, они настоящие, и от этого куда страшнее Парк Юрского периода – это классика Помню, я ахнул Почти все зрители в кинозале ахнули, когда в первых кадрах нам показали огромного, гигантского, ужасного динозавра Зритель переживает то же, что и персонажи на экране Впервые в истории человечества мы увидели живых динозавров Помню, в детстве я мастерил динозавров из палочек от эскимо Склеивал их, закапывал их и ждал около недели Пока не окаменеют? И шел их откапывать Пожалуй, тогда меня можно было бы назвать начинающим палеонтологом А годы спустя был Парк Юрского периода Да, Майкл Крайтон придумал потрясающую завязку Я скажу только одно – это книга о динозаврах и ДНК Да Больше он ничего не сказал Я получил книгу по почте Дошел до сцены, где тираннозавр лижет лобовое стекло машины, в которой сидят дети Да И решил сниму по этому фильм Книгу я так и не дочитал, я позвонил Майклу, а он сказал, Стивен уже купил права Но так вышло И знаешь что? Замечательно, что так вышло Я бы снял нечто наподобие чужих Взрослый ужастик, от которого душа уходит в пятки А ты снял страшный фильм, но при этом детский Это 12-летний я, рассказывающий историю Некоторых динозавров создал мастер по спецэффектам и компьютерной графике Деннис Мьюрон Стивен Спилберг стоял за камерой и рычал в рупор, как динозавр Камера? А мы смотрели на мяч для тенниса Некоторых смастерил Стэн Уинстон Мы вышли на поляну и увидели трицератопса в натуральную величину За ним прятались человек семь и делали так, чтобы он моргал и дышал Это было нечто Ух ты! Стивен Спилберг хотел, чтобы динозавры казались монстрами и обладали невероятными способностями Меня позвали, чтобы избежать записок от шестиклассников о том, как в фильме все наврали В одной из сцен велоцирапторы заходят на кухню и гоняют детей Стивен хотел, чтобы они открыли дверь и высунули язык, как ящерица или змея Я сказал, нам точно известно, что они такого не делали Мы решили, что динозавр подойдет к окошку, фыркнет и стекло запотеет Так может сделать только теплокровное существо Научно-фантастические фильмы показывают скорее чудовищность человека В парке Юрского периода ученый Джон Хамонт мечтал возродить динозавров и доказать, что он способен на то, с чем не справились другие За этим следует цепочка несчастья И на выходе мы получаем живого монстра, воплощение дурных поступков человека Я хотел показать им не мираж А живое существо, которое можно увидеть К которому можно прикоснуться Джон Хамонт как бы хозяин цирка, вроде Ринглинга Да Он мечтает вернуть этот вид к жизни У него добрые намерения Он хочет, чтобы все могли посмотреть на динозавров, чтобы дети плакали от восхищения, встретив существ, которых видели только в книжках Но он не думает о последствиях, как все безумные ученые Да, а Джефф Голдблюм – голос совести Отражает мысли зрителя Природа найдет выход Жизнь найдет выход Да, жизнь Он всегда оказывается прав Жизнь стремится к свободе, к новым землям Она разбивает все границы, и происходит это болезненно Болезненно Хотите сказать, что группа, состоящая исключительно из самок, будет размножаться? Нет, всего лишь говорю, что жизнь найдет выход В парке юрского периода самки динозавров подстраиваются под условия, чтобы размножаться Этот поворот великолепно предсказан в начале фильма, когда Сэм Нилл садится в вертолет на остров Нублар и не может пристегнуть ремень, потому что обе части – женского пола Он завязывает их узлом на поясе В этом ключ ко всему Жизнь всегда находит выход Эволюция – изобретатель, который помогает живым существам выживать, несмотря ни на что, даже в самых невероятных условиях Я понимаю, что посыл парка юрского периода в том, что мы не цари природы и не должны играть в Бога Но мне после фильма очень захотелось, чтобы динозавры ожили В теории можно создать из птицы животное, близкое к динозавру На данный момент мы способны создать животное с головой, как у динозавра С лапами вместо крыльев, в чем-то похожими зубами И это еще не конец Мы работаем над хвостом Я считаю, что стремление науки создать динозавра или другое животное посредством генетики – это здорово И я не вижу в этом ничего плохого Видите закономерность? Ученый-атомщик прошлого, ученый в области искусственного интеллекта Все видят лишь светлое будущее Да Плюсы Верно Как в слогане «К миру Дикого Запада, что может пойти не так?» И это привлекает зрителя, он хочет узнать, что пошло не так Успехи его не интересуют Кого интересуют чужие успехи? Это неинтересно Совершенно Ты говорил, что Франкенштейн – история твоей жизни Кто ты? Монстр или сам Франкенштейн? Да, я создание Создание? В детстве мне казалось, что я чужой в этом мире Я думал, что не вписываюсь в него Когда я узнал об этом существе, которое столкнулось с силами за гранью его понимания, я понял Это отражение меня самого В нем была чистота Я очень ему сочувствовал Я видел свое сходство с ним И на меня это сильно повлияло Я бы даже сказал, что он изменил мою жизнь Прометей пробуждается Если подумать, начало жанру научной фантастики положила Мэри Шелли Франкенштейн Мэри Шелли положил начало научной фантастики Шелли – одна из первых задумалась о влиянии науки на общество Мэри Шелли жила в те времена, когда наука только начинала расцветать И люди верили, что мир можно понять без помощи религии и мифологии Мэри Шелли ходила на научные лекции, в том числе последователей Гальвании Где рассказывали о влиянии недавно открытого электричества на организм Франкенштейн – история о заносчивом ученом, который мнил себя единственным, кто способен создать живое существо Идея создания человека из фрагментов других людей настолько мощная, что она разлетелась по многим фильмам Но зародилась именно здесь В первой экранизации 1910 года режиссера Томаса Эдисона электричество заменили на химические процессы Томас Эдисон считается отцом электричества И не хотелось показывать его с отрицательной стороны В 50-х и 60-х Виктор Франкенштейн оживляет чудище с помощью атомной энергии В фильме Кеннета Браны 1994 года монстр переносится из одной трубы в другую Пока, наконец, не рождается мокрое и грязное чудовище По сути, Франкенштейн создает первого ребенка из пробирки В знаменитом фильме 1931 года мертвое тело в лаборатории доктора Франкенштейна вздрагивает, и врач оказывается на грани истерики Оно живое! И триумфа В этой истории собраны все надежды и страхи, связанные с созданием искусственной жизни Как это страшно и как восхитительно, что мы на это способны Теперь я знаю, каково быть богом! Беда Франкенштейна в том, что Виктор Франкенштейн создает уродливое существо и выгоняет его из лаборатории Поэтому оно превращается в чудовище, которое в результате убивает близких ученого Подзаголовок книги современной Прометеи Это отсылка к мифу о Прометее, который украл огонь и принес его на Землю, нарушив ход событий Создание Франкенштейна осознает, что оно нарушает законы природы Вы не задумывались над последствиями своих действий? Это существо хочет знать, почему оно здесь, зачем существует, кто его создал, как это произошло Эти поразительные вопросы начались с истории монстра Франкенштейна Пока мы задаем себе эти вопросы, выходят фильмы про Франкенштейна и фильмы, основанные на этой истории Я работаю над проектом, который изменит мир и человеческую жизнь Подозревая из дома, ты выходишь редко Муха – это миф о Франкенштейне на новый лад Игра в бога с новыми технологиями История о том, что высокомерие ученого ведет к катастрофе Я экспериментирую над машиной телепортации И не замечаю, что в нее залетела муха Ее видят зрители, но не я Потом я выхожу из другого телепорта Казалось бы, все удалось, но постепенно Что это? Оказывается, что моя ДНК слилась с ДНК мухи Мгновенного преображения, как в Халке, не происходит В мухе вероятное развитие событий показано куда более реалистично Это медленное, отвратительное разложение клеток Герой постепенно разваливается на части И мутирует в омерзительный гибрид человека и мухи Я превращаюсь в Брандл Муху Я помню пять разных гримов по ходу преображения Я приходил на площадку в два или три ночи Мне накладывали пластический грим В том числе Странные зубы Было весело В этих фильмах поднимается вопрос Что происходит, когда мы делаем то, на что не имеем права? Каковы последствия? Какие беды это за собой влечет? Вот о чем эти фильмы Беда это! Монстры! Для меня научно-фантастический фильм о монстре Это попытка спастись от страхов Превратить ужасы в фантазии В безопасный кошмар Да Если вы один на один с кошмаром в три часа утра Вы не чувствуете себя в безопасности А в кино вы в безопасности, вы не одни И фильм ограничен длинной пленки Да, он кончается В нем есть развязка Только не в чужом Я пришел на премьеру в 79-м году в Большом кинотеатре Зрители заходились криком и роняли попкорн Я тоже Знаешь выражение? Залезть под стол от страха Да Так вот, я залез под кресло Я спрятался под кресло И попросил папу похлопать меня по плечу Когда фильм закончится Чужой 1979 год Ксеноморф из Чужого и Чужих Лучший киномонстр в истории Это самый страшный инопланетянин Самое пугающее в Ксеноморфе Это то, что он почти не появлялся на экране Он плохо освещен, свет мигает В этом сильная сторона первого Чужого Он пугал, потому что оставлял простор для воображения Это классический фильм о монстре И первый крупнобюджетный фильм С главной героиней Женщиной Ты там, Рипли! Я здесь Мне прислали сценарий Чужого, и я подумала, что ими двигали соображение прибыли Давайте сделаем героиней девушку Никто не догадается, что в конце выживет именно она Да, Ласс? Мне понравилось, что все так просто Что мы не собираемся делать громкое заявление Еще мне понравилось, что роль потрясающая для женщины Я сейчас же его прикончу Давайте обсудим, как его убить Оно скрывается в вентиляции Выслушай меня, Паркер! Хватит болтать! Заткнись! Почему ты решил взять Рипли? У персонажа тогда была только фамилия Имен ни у кого не было Да И сделать ее девушкой Моя мать была сильной женщиной Я не осознавал, насколько важна свобода женщин Не понимал, что их не хватает на этих ролях Я считал, что рано или поздно, так или иначе, женщины будут властвовать над нами Да, ты не пытался ничего доказать, всего лишь показывал Да, почему бы и нет Мир, каким его видел Я решил наделить Рипли уверенностью и силой Да, к тому же научная фантастика всегда стирала границы полов, традиций, рас В этом жанре можно все Да Ее персонаж не прячется от своих кошмаров Конечно За эти несколько фильмов она, можно сказать, стала мировой иконой феминизма Да Впервые женщина не была жертвой в фильме Это был огромный шаг вперед Многие годы монстров научной фантастики убивали мужчины Женщин в лучшем случае отправляли домой, в укрытие Оставайся здесь, Кейн Или спасали от монстров в худшем Они сами были чудовищами Она разнесет весь город, пока ищет Гарри Да, потом разорвет самого Гарри Эш, когда Далласа и Кейна нет на корабле Я за главное Ридли Скотт превосходно изобразил Рипли прямолинейным человеком А в «Чужих» Джим Кэмерон вывел эту концепцию на новый уровень Показав отношения Рипли и Ньют Кто бы мог подумать, что здесь прячется девочка И проведя параллель с королевой и ее потомством У королевы «Чужих» плавные, женственные очертания Она отвратительна, но при этом прекрасна Идеальный образ для изящного матриарха общества «Чужих» Когда я убила ее детей И попыталась сбежать со своим Хватайся за меня! Это была уже не битва добра и зла Это была битва двух матерей за жизнь детенышей Показанная с уважением к обоим видам К счастью, победила Рипли Прочь от нее, стерва! Я увидела «Чужих» в 12 лет Я даже не подозревала, что женщина способна на то Что делала на экране Сигурни Уибер Что она может так выглядеть, так говорить Этот фильм меня поразил Она обладала первобытной мощью Давай! Основанной на жажде выжить И защитить ребенка Думаю, именно так появился архетип женщины-героя Зрителям нравится, когда женщины побеждают и убивают чудовищ Иначе у «Чужого» не появилось бы столько продолжений Когда франшиза «Сигурни Уибер» в роли Рипли подошла к концу Мы получили новую убийцу монстров Элис из «Обители зла» Когда появились разговоры об «Обители зла», я очень обрадовалась Игра мне безумно нравилась Эти игры отвечают природному инстинкту человека Нас очаровывает опасность, нам нравится ощущать риск При этом находясь в безопасности Это мы обожаем Вселенная обители зла Очередной взгляд на Франкенштейна Корпорация «Амбрелла» создает с помощью технологий существа Которые могут выйти из-под контроля Эвирус проявляется в форме генетической мотации И вот неожиданность Так и выходит Элис Сильный персонаж, потому что она сражается С, казалось бы, превосходящими ее силами Но не сдается и в конце шестого фильма Наконец побеждает Монстры дают нам разобраться в самих себе Наши страхи – составляющие нашей личности Монстры – воплощение наших страхов Не зайдем ли мы слишком далеко? Что мы должны узнать о мире? К чему еще не готовы? Именно поэтому сцены, в которых женщины уничтожают своих монстров Такие мощные и освобождающие К мужчинам это тоже относится, но силуэт женщины, побеждающей свой страх, особенно потрясает Многие считают, что научная фантастика Это жанр для парней и их игрушек, но на самом деле она говорит о людях разного пола и расы с разными убеждениями Они смотрят в лицо своим надеждам и страхам Делятся ими с другими Через призму общества новейших технологий Хорошая научная фантастика Ставит под вопрос наши взгляды И заставляет задуматься Да Что делает нас людьми? Как мы вписываемся в общество? Что нас потрясает или пытается потрясти? Да Монстры превосходят законы природы Это сверхлюди, сверхсущества Да Они заставляют сомневаться в том, что такое человек Да, как ты считаешь, фильм «Нечто» следует тому же принципу и заставляет нас бояться монстра в обличии человека? Именно поэтому я восхищаюсь творением Карпентера Да Потому что это фильм о нашем месте во Вселенной Вот почему эта история так важна Кто-то в этом лагере не тот, за кого себя выдает Черт возьми, это можем быть мы все Как понять, кто человек? Нечто – крайне важная картина в истории научной фантастики В ней отражается страх, что мы не сможем отличить хорошее от плохого Человека от злого инопланетянина, выдающего себя за человека Это история об ученых, которые находят замерзшего инопланетянина в Антарктиве Что это? Пришелец оттаивает и оказывается враждебным оборотнем, который жаждет поглотить человечество и захватить мир Он поглощает своих жертв и непонятно, кто еще человек, а кто стал чудовищем Мы возьмем у всех анализ крови и узнаем, кто из нас нечто История о чудовище, которое познают и побеждают экспериментальным путем – классика Кровь того, кого захватило нечто, откажется подчиняться Она попытается сбежать от горячей иглы Сцена с анализом крови из нечто – одна из величайших в кино Все главные герои связаны По меньшей мере, один из них – монстр Когда Курт Рассел проверяет капли крови Напряжение возрастает до предела Это чушь и ничего не доказывает Вас проверим последним Когда это нечто начинает визжать Знаете? Это стоило денег, потраченных на билет Нечто в нечто – это в каком-то смысле кульминация старомодного аналогового монстра Он и правда был на площадке С щупальцами, с зубами Компьютерной графики тогда еще не было Самое страшное в нечто – не монстр А то, что он пробуждает в людях Это не Беннингс Фильм «Нечто» был снят по повести «Кто там?» Джона Кэмпбелла-младшего Влиятельного редактора научно-фантастического журнала Скажите, вы представляли, каким должен быть журнал? Ведущим журналом в области научной фантастики Ах да, я хотел попробовать себя в роли редактора У него собралась группа писателей для журнала, которые стали пантеоном для современной научной фантастики Роберт Хайнлайн, например, Айзек Азимов Джон Кэмпбелл-младший хотел, чтобы для журнала писали истории о реалистичной науке То есть рассказы, представляющие достоверную научную точку зрения Он заставил жанр свернуть с пути космических приключений для мальчишек на путь серьезных размышлений о будущем И это стало началом золотого века научной фантастики Кэмпбелл признался, что идею вести «Кто там?» ему подало одно происшествие из детства Он пришел домой и увидел маму на кухне Он заговорил с мамой, и его удивили ее странные ответы на его вопросы Только когда на кухню зашла мама, Кэмпбелл понял, что говорил с ее сестрой-близнецом Эта жуткая минута, в которой он понял, что человек, которого он принял за знакомого, оказался кем-то другим, преследовала его до конца жизни Меня ты не свяжешь Тогда придется тебя убить, Чайлдс Убей Нечто, совершенно точно фильм о чудовищах, которые живут в нас самих О том, как страх застилает глаза Застилает так, что перестаешь верить другу И если ты поддашься страху, последствия могут быть чудовищными Тихоокеанский рубеж — это научная фантастика Роботы и огромные чудища куда еще научно-фантастичнее Тихоокеанский рубеж этим и хорош Есть сотни вариантов, как справиться с громадными чудовищами И самое неожиданное из них — это построить громадных роботов Точно Тихоокеанский рубеж 2013 год Почти во всех фильмах про чудовищ монстра в конце убивают Да Страх, воплощенный в живом существе, убивают благодаря хитрости, силе воли, храбрости и так далее Суть в том, что мы намеренно создаем монстра, чтобы его уничтожить Конечно Как в 50-х малобюджетных фильмах о чудищах Капля, 1958 год В детстве я посмотрел Каплю, и меня восхитила идея с липкой массой, убивающей людей Фильм второсортный Идея негодная, дурацкая, но вышла неплохо Второсортные фильмы появились в 50-х, когда жанр ужаса в зачах, и надо было чем-то заполнить пустоту Научная фантастика отлично подходила независимым продюсерам, и они снимали дешевые фильмы с резиновыми костюмами чудовищ «Твари с черной лагуны» стала первым подобным фильмом, который на меня повлиял После него я несколько лет не купался в озерах Помню, землеройки-убийцы меня испугали В конце фильма герои скрывались в каком-то тесном сарае Это было ужасно «Твари с колоками» до сих пор снятся мне в кошмарах Есть один фильм 1953 года, называется «Робот-монстр» Чудяще изображал парень в костюме гориллы и водолазном шлеме Бюджет 20 тысяч долларов, полный бред, но собрал он больше миллиона Фильмы о чудящих 50-х годов, очевидно, вдохновлены Второй мировой и атомной бомбой Ужасом перед тем, что творилось в мире в те годы Впервые в Штатах появилось чудовище такой мощи и размеров Стало известно, что радиоактивность может изменить генетическую структуру И создать необычного монстра Дедушка всех фильмов об атомных монстрах – Годзилла Годзилла вбирает в себя весь ужас Ядерного века Да Неудивительно, что этот научно-фантастический неомиф возник именно в Японии Пострадавший от атомной бомбы Монстры отвечают тому духу времени, в которое их создают Да, отражение эпохи Чудовища дарят плоть абстрактным понятиям Годзилла вышел меньше, чем через 10 лет после ядерного удара по Японии Многие трагедии были запретной темой Японцы не могли обсуждать между собой и в масс-медиа Хиросиму и Нагасаки Поражение и тот факт, что Япония даже после войны осталась под влиянием Штатов В Японии не могли сделать откровенный фильм о бомбе Вместо этого они сняли фильм, в котором американская бомба разбудила дремлющее чудовище Оно разрушает один из городов, оно радиоактивно Хорошо, такой фильм снять можно, решили японцы Отлично, назовем его Годзилла В Японии его зовут Годжира Его имя состоит из двух слов Горира, то есть Горилла И Куджира, то есть Кит Дословно получается Горилла Кит По легенде, это было прозвище полного сотрудника студии Тохо Продюсеру оно так понравилось, что он назвал им Монстра Первый фильм невероятный, вдумчивый, хороший пример научной фантастики А для продолжения решили столкнуть Годзиллу с другим чудовищем Вышло глупо Так Годзилла превратился из мстительного чудища в защитника Японии В своем фильме мы хотели вернуть душесчипательность современному Годзилле В Японии это очень популярный персонаж И у создателей Годзиллы есть инструкция Толстая книжка со всеми правилами и запретами Что можно делать, чего нет И мы на нее наплевали Я нанял одного из художников-постановщиков Дня независимости Патрика Тотополоса Чтобы он создал для меня нового Годзиллу Я сказал, что если не будет нового Годзиллы, снимать фильм нет смысла Первый кадр, в котором появился Годзилла, снят с улицы, снизу вверх Первый же вопрос возник о гениталиях Как быть? Надо их показывать? Забавно, что Эмерих тогда пошутил Я считаю, что Годзилла самка У нее должны быть дети Во многих смыслах мы пытались заново изобрести Годзиллу Думаю, в Японии никому этого не хотелось Им нравится их собственная Годзилла Когда работаешь над научно-фантастическим фильмом, важно решить, о чем он Мы хотели, чтобы наш Годзилла вернулся к серьезным темам Конечно, это фильм о крупном монстре О двух чудовищах, которые дерутся друг с другом не на жизнь, а на смерть Но какой в этом смысл, если в основе ничего не заложено? Мне кажется, что это вина Запада Которую не хотят признавать, о которой не говорят Мы сбросили на эту страну ядерную бомбу И в нашем фильме Годзилла несет тот же смысл Но теперь он пришел по нашу душу Научно-фантастические фильмы освобождают В этих фильмах человечество побеждает монстра Спасает мир И мы действуем заодно, когда это важно Нелегко придумать оригинальный сюжет Думаю, многие писатели сейчас кивают Полагаю, на нас влияют чужие истории, в том числе созданные тысячи лет назад мифы, легенды, сказки Но самые плохие фильмы опираются только на другие фильмы Да В хороших фильмах всегда находишь что-то близкое и понятное для себя Да, очень странные дела с этим отлично справились Там содержатся аллюзии на наши и чужие фильмы, но выполнено это потрясающе Да Это сплав жанров Но самое главное, что зритель привязывается к этим детям И не хочет, чтобы с ними случилось что-то плохое Да Очень странные дела больше не о потрясающем воображаемом, а о самих персонажах Я знаю, что Уилл жив Уилл жив! Он где-то прячется, и мы обязаны его найти У нас в детстве была здоровая, хорошая диета из научно-фантастических фильмов и фильмов ужасов Все они повлияли на очень странные дела Многие наши любимые фильмы и книги показывали детей, которые сталкивались с кошмарными явлениями Да, Спилберг известен тем, что ставит детей в ситуации, которые травмируют их психику Как и Стивен Кинг Они берут персонажей, с которыми легко себя соотнести Семьи, детей И кажется, что это ваша семья, ваши друзья Вы сами оказываетесь в этих невероятных ситуациях Очень странные дела Очень странные дела Сериал о пропавшем мальчике Он буквально испаряется Я один из его лучших друзей, и мы его ищем Переживаем сумасшедшие приключения Встречаемся с девочкой и со способностями Встречаемся с чудовищами Точнее, одним чудовищем Демогоргоном Демогоргон напоминает классическое чудище из фильмов, которые крутили по телевизору Типичный монстр из кошмаров Мы хотели придумать монстра, которого сможем создать Мы решили вернуться к старомодным, олдскульным способам и сделать костюм Такой подход нас ограничивает Еще мы хотели, чтобы он выглядел странно Чем причудливее монстр, тем он страшнее Порой этого легко достичь Например, убрать глаза Когда у существа нет лица, оно порождает ассоциацию с чем-то скрывающимся в тени Как будто понятный силуэт, который никак не разглядеть Невозможно понять, куда оно смотрит Это вселяет ужас Демогоргон очень высокий Наверное, за два метра ростом, почти как Шако Нил Его лицо похоже на тюльпан, на бутон, в котором прячутся зубы и слизь Мы никак не можем понять, что это такое и как с ним справиться Поэтому мы его боимся К тому же он жуткий и пытается нас убить В костюме Демогоргона самая интересная – это голова Я не мог ни видеть, ни слышать, как обычно Поэтому мне было проще ассоциировать себя с чудовищем Дафферы дали мне очень сжатое описание Сказали, что я акула из челюсти Существо из иного измерения, которое пришло поесть Чудища, которые угрожают детям, особенно страшны Поскольку человек инстинктивно хочет защитить ребенка Дети – наша главная слабость Герои вот-вот станут подростками И возникновение другого мира здесь носит метафорический характер И мы задаем себе вопрос Что для нас значит переход из детства в подростковый возраст? Бывает, связываешься с чудовищами Бывает, тебя утягивают в бассейн Пускай в жизни такое не происходит, но вырастать страшно и ужасно Кто вы? Я Мария Очень странные дела – это, по сути, Франкенштейн в форме сериала Все детали, разнообразные элементы поп-культуры Я начинаю, ладно? Ладно, поехали Смешались вместе в это прекрасное, кошмарное творение Прочь с дороги! В погоне на велосипеде и перевернувшийся грузовик – очевидный поклон в сторону инопланетянина Наряженная 11 тоже Персонаж Вайноны основан на персонаже Ричарда Дрейфуса Ее гирлянды все равно, что его пюре Когда смотришь эти фильмы ребенком, они рождают в тебе восторг, восхищение и страх Которые остаются с тобой до конца жизни Мы хотели отразить чувства, которые испытали, смотря эти фильмы Многие находят спасение в мире научной фантастики Эти чудища, не только Демагоргон, помогают нам чувствовать себя лучше И жить дальше, когда жизнь кажется невыносимой Ну, в детстве мое воображение подстегивал страх Мне надо было как-то защищаться от того, чего я боялся Я пугался с наступлением темноты Боялся всего на свете Многие мои идеи рождаются из снов и кошмаров Мы обращаемся к детским страхам и делимся ими с другими Да, вы изгоняете их из своей жизни и выливаете на посторонних На других, да, именно Это доставляет нам удовольствие Мы не можем насытиться, не можем остановиться Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!